Ола, синьори и синьоритки! Очередное видео по Kingdom Come, и оно же, я надеюсь, последнее. Просто осталось еще что высказать по этой игре и держать в себе прям так мочи нет. Вокруг Kingdom Come Deliverous сложилась невиданная лично мной доселе ситуация, когда все вокруг вроде бы согласны, что игра как минимум спорная, и в то же время принимать критическую сторону в отношении игры категорически нельзя. Примерно такая ситуация творится на нашем телевидении в политических ток-шоу. Все в мире спорно, но правы по-любому мы. Все происходящее в игре оправдывается двумя вещами – реализм и низкий бюджет. Например, играть скучно, а что ты хотел средневековый реализм, кому тогда было весело. С другой стороны, почему в игре про реализм лошадь может возить ваши вещи, при этом сидельные сумки на ней не нарисованы? Ответ – а что ты хотел, у игры-то денег нет, два бутерброда бюджет все-таки. Принято считать, что бюджет игры 5 миллионов долларов, что активно форсится некоторыми экспертами, кодившими сапера на третьем курсе универа. Откуда взялась эта цифра? Именно столько хотела собрать студия Warhorse, чтобы привлечь инвестора. Вот и посчитали, что 2 миллиона игра краудфандингом набрала, и еще 3 миллиона дал инвестор. Вот и получилась заветная цифра в 5 миллионов. Ну, во-первых, деньги продолжали собирать еще очень долго, и число донатеров успело увеличиться с 38 тысяч до 60 тысяч человек, но вот более точных цифр о сборах бабла, к сожалению, нет. Значит, бюджет 2 бутерброда по 2,5 миллиона долларов каждый, и бесплатный движок, очевидно, не самый подходящий для Open World. Отсюда и загрузки перед каждым диалогом. Ну вот 15 февраля сайт GameTech со ссылкой на чешский портал сообщил, что разработка игры почти окупилась. Продано 300 тысяч копий в Steam и 200 тысяч дисковых версий для консоли. Ниже написано, что разработка игры обошлась уже в 10 миллионов долларов. А теперь давайте все дружно калькуляторы запустим. Продано 300 тысяч копий в Steam, при этом 1300 рублей игра стоит только в нашей ядерной державе. Для загнивающего запада цена игры 50 евро, то есть 3,5 тысячи рублей. На консолях по стандарту 60 евросов. И начинаем считать. Доля покупок игры в Steam нищими странами неизвестна. Давайте возьмем адекватный средний показатель 50%. Итак, 150 тысяч копий по 50 евро это 7,5 миллионов евро. Прибавляем 150 тысяч копий по 18 евро, это 2,7 миллиона евро. Итого суммарно получаем более 10 миллионов евро. Из них Steam забирает 30%, остается 7 миллионов евро. 200 тысяч копий для консолей это 12 миллионов евро. Sony с продажи забирает 25%, но давайте возьмем так же, как и в Steam. 30% остается около 8,5 миллионов евро. Складываем 8,5 миллионов и 7 миллионов евро, получаем 15,5 миллионов. Далее оплачиваем подоходный налог Чехии для юридических лиц 19%, это почти 3 ляма евро. Остается 12,5 миллионов евро или 15 с лишним миллионов долларов. При этом игра не окупилась, а почти окупилась. И опять-таки, если взять, что доля покупок состоятельными странами больше 50%, то выхлоп с продаж, соответственно, тоже будет больше. В принципе, можно сказать, что 5 миллионов ушло на маркетинг, но я, честно говоря, никакого маркетинга этой игры не видел, если только не башляли игровым порталом за отзывы. Ну и еще Бука в честь своего дня рождения предрелизные версии обзорщикам разослала. Казалось бы, где связь? Ну ладно, давайте поверим, что бюджет был именно 5 миллионов долларов, хотя очевидно, что больше. Денег было катастрофически мало, выживали как могли, хотя и рисовали при этом главного персонажа с реального актера. Нельзя же просто так нарисовать чувака с лицом Дауна. Приглашали фехтовальщиков для захвата их движений, но об этом попозже. Давайте вообще не будем затрагивать те аспекты, оправдывать которые можно низким бюджетом. Возьмем косяки, которые с ними не связаны. Вот, например, одежда в игре издает шумы и влияет на стелс, так как тут реализм. Поэтому, чтобы подкрасться к кому-либо, в идеале раздеться нужно до трусов. Но почему персонажи, которые могут услышать шелест одежды, не слышат вот это? Денег нет или очередная условность в мире средневекового симулятора? Откуда после убийства палача в доме в лесу об этом знает весь город? Почему, если все вокруг знают и со мной не разговаривают, стражи не тащат меня в тюрьму? Обычно, когда я задаю вопросы, типа, почему можно заснуть в чужой кровати, а опиздюлиться только на утро, намекая, что почему бы, как в Фоллауте, просто не заблокировать такую возможность спасть в чужих кроватях? Для этого не надо иметь бюджет в 100 миллионов. Мне говорят, что я, блядь, играю, видите ли, не так, как надо. Там надо делать вот так. Так, фанбой игры вообще болезненно реагирует, когда кто-то играет в эту игру не так, как они. Например, в Скалице я ударил чужую корову, меня посадили в тюрьму, и там я сгорел во время осады. И тут же началось, играешь как даун, обучение не читаешь, рука жоп. Давайте посмотрим на признанного мастера всех на свете игр Шуса. Да, блядь, давай нахуй, блядь, разберёмся с тобой, сука. Да, блядь, в смысле, он первый начал. Сдаюсь, сдаюсь, парни, всё, всё, сдаюсь. Вот так вот, и закончилась игра кинг-домкам, парни. Спасибо, что пришли. Мама, я в тюрьме, блядь. Ну и ну бан, не правда ли. Сразу скажу, что я абсолютно ничего вообще не имею против него, так как просто не смотрю, но слышал, что играет он отлично. Но всем иногда хочется пострадать в игре хернёй, особенно когда ты впервые оказываешься в игре, которую многие называют симулятором средневековья. Так что да, я занимаюсь в этой игре хернёй. А почему нет? Я развлекаю себя сам, коль уж игра-то этого не делает. В одном из крайних интервью Даниэль Вавра сказал, что в игре 2300 уникальных персонажей. Учитывая, что игровой мир небольшой, городов в нём мало, и я постоянно вижу близнецов-крестьян, поверить, что в игре прямо вот 2300 уникальных персонажей, честно говоря, сложновато. С помощью технологии захвата было создано десятки тысяч различных анимаций. Вот уж про что, что, а про анимации я бы вообще молчал, тем более про то, что они делались с помощью технологии захвата. Вспомним тех же самых фехтовальчиков, обвешанных датчиками. Для моделирования приёмов сражения тех лет в студию были приглашены опытные фехтовальщики, а для создания реалистичного вида от первого лица на их головы закрепляли камеры. Посмотрим, что получилось на выходе. Честно говоря, я не знаю, кто все эти люди, которые называют это симулятором фехтования, видимо, профессиональные реконструкторы или фехтовальщики. Выглядит это всё деревянным. Стойки с топором смотрятся как минимум странно, и есть колющие удары тупым обухом. Но опять же, я же не эксперт. Может, в средние века так и дрались, тыкая друг друга из стойки топорами. Но главная претензия конкретно этого видео будет к сценаристу первой мафии и основателю студии Warhorse Даниэлю Вавру, так как он режиссёр и сценарист игры. Сценарий писал лично сам, и на это опять-таки не нужны инвестиции миллионов долларов. В обзоре я уже говорил, насколько оригинален сюжет про месть за родителей в средневековье, и даже приводил примеры, само собой Вавра писал не только сюжетные линии, но и квесты, и сейчас речь пойдёт именно о них. Даниэль Вавра мастерски насочинял квестов, в ходе которых абсолютно ничего не происходит. Берём квест с патрулём по городу. В ходе 10-минутной ходьбы, а Даниэль ходьбу походу любит больше, чем Невский, происходит один единственный эпизод с Нищенкой и Торгашом, в котором в ходе диалога Нищенку нужно заставить уйти. И всё. Больше ничего интересного за 10 минут не происходит. Далее идём гулять с Терезой. Я понимаю, что про этот квест я уже говорил в обзоре, но многие, наверное, подумали, что я вставил его туда шутки ради. Нет, это очередной квест, где не происходит вообще нихрена. Вот, казалось бы, это ловстория, сейчас мы пойдём гулять, кто-то на нас нападёт, волки там, хотя откуда волки, тут же реализм, 408-й год в игре, нет волков вообще, разбойники встречаются раз в полчаса, и то надо на лошади скакать по лесу и специально их искать. Я, конечно, понимаю, что какое-то нападение — это клише, но лучше клише, чем вообще ничего. А так Тереза просто предлагает побегать на перегонке, и потом мы посидели, поговорили, и конец очередного квеста. Потом наступает очередь охоты с Яном Птачиком. Он будет ехать на лошади, вы, скорее всего, будете бежать пешком, потому что на лошадь вы ещё к тому времени не заработаете. И опять ничего не происходит, только разговоры, разговоры, разговоры. Длится это недолго, минут пять. Я бы вообще к этому квесту не придирался, ибо он наглядно демонстрирует жизнь средневекового холопа, как многим нравится в этой игре, как я понял. Но, блин, я же только что ходил пешком по городу, потом была одна кулачная полудрака, и вот я снова просто хожу. К тому же, перед самым переходом на Fast Travel есть коварная хитрость. Там сидит нищенка и просит помощи. Стоит на неё отвлечься, и вы через половину карты будете бежать бегом к лагерю Птачика, потому что миссия со следованием за ним будет провалена. Кстати, почему в игре фишка, которой нелинейность и вариативность, нельзя выпросить себе лошадь, используя красноречие? Даже попытаться этого сделать почему-то нельзя. Следующий квест – расследование нападения на конезаводчиков. Вот тут квест прям как в Ведьмаке. И даже было бы, возможно, интересно расследовать, если бы герой не узнал, кто это сделал в первом же диалоге. Да. Но после этого квест продолжается, с фермы сбегает некий чувак, и вот ты скачешь его искать к каким-то углежогам. А поскольку в игре реализм, скачешь ты 100 верст, не меньше. Находишь углежогов. Они Рыжего не знают и не видели. Скачешь к другим углежогам. Причём в обратном направлении. Ещё 150 верст. Те тоже его не видели. Скачешь к третьим углежогам. Опять 100 верст. Третье углежоги Рыжего знают, но он сейчас не здесь, и ты отправляешься его искать. Длится всё это незабываемое сверхреалистичное приключение полчаса не меньше. Потом находим Рыжего. Он говорит, что на него охотятся бандиты. Далее после часа разговоров и езды мега-битва с аж двумя разбойниками. Докладываем начальству, и квест пройден. Согласитесь, чувствуется рука мастера из первой мафии Даниэля Вавра. Стоит вспомнить только квесты, где тут таксисты, 20 минут людей по городу развозишь. В следующем же квесте 15 минут возишь бандитов, собирающих деньги. Ну и конечно же моя любимая миссия, где ты на самой маломощной машине в игре едешь в гору грабить грёбаный коттедж. Причём поскольку машина маломощная, а уклон довольно большой, скорость иногда опускается до 10 километров, машина реально ползёт. В своё время всё это заходило, так как тогда в Песочниц было в принципе всего две, Мафия и ГТА, и за счёт таких вот атмосферных миссий и Мафия казалась серьёзней. Но когда-то все и в дальнобойщиков играли, а сейчас кто-то хочет монотонно тошнить на фуре из одного города в другой. Я думаю таких немного. Также Даниэль Вавра принимал какое-то участие в написании сценария к Мафии 2. И сука, я уверен, что это он сочинил миссию с ящиками. Хотите, докажу. Во время квеста с охотой Ян Птачик предлагает соревноваться, кто больше зайцев настреляет. И у игрока есть выбор, либо три часа бегать по лесу, убивая зайцев, которые скачут на каждом шагу из лука без прицела, либо тупо мотануть время, так как никакой весомой награды за квест вы не получите. Всё как с ящиками. Либо ты их носишь, и в конце герой плюнет и уйдёт, либо сам можешь плюнуть и уйти. Никакой сука разницы. Безусловно, в игре есть интересные моменты. Иногда. Очень редко. Например, игровой эпизод со священником. Очень годно сделан по большому счёту. Правда, вот до него был не менее интересный эпизод со зверским убийством, который вообще никак игрой не обыгран. Из этого можно было бы сделать два интересных квеста. Отдельный квест про убийство и отдельный квест со священником. Но вместо этого это один большущий квест по поиску разбойников. И проблема в том, что после квеста со священником я вообще нахрен забыл про то, что где-то тут кого-то недалеко убили вообще-то. Итого, за четырёхчасовой стрим я, проходя сюжетку, дрался всего один раз с двумя разбойниками. Всё остальное время я либо куда-то скакал, либо с кем-то разговаривал. Складывается впечатление, что разработчик был настолько не уверен в этой боёвке, для которой использовали всю эту технологию с захватом движения, всех этих фехтовальщиков. Вот были какие-то у него опасения, что она не зайдёт, что эту самую боёвку в игре просто минимализировали. Да, впереди, возможно, где-то и будут какие-то мега масштабные баталии, хотя тут любая драка против трёх человек уже достаточно масштабная баталия с такой-то боёвкой. Но вообще-то практически все обзорщики, которые уже прошли игру, говорят, что боёвки в игре действительно немного, а некоторые говорят, что вообще достаточно убить всего одного единственного человека, а всех остальных можно обманывать и драки с ними избегать. Зато после квеста в прологе, где надо было купить угля до пива, встретился ещё один квест в стиле «Принеси-подай», только уже в масштабах не одной деревни, а всего игрового мира. Надо привезти строптивого коня, притащить лучшего вина и какое-то украшение. Всё это, естественно, находится в трёх разных углах игровой карты. В общем, когда в Kingdom Come вам дают какое-то задание с кем-то поговорить или что-то раздобыть, это, как правило, находится на максимально удалённом расстоянии. Например, по квесту отправляют искать браконьера в одной из трёх возможных пещер, и все три в разных сторонах. В итоге, по ощущениям, игра состоит на 70% либо из ходьбы, либо из езды на лошади. И вот скачешь ты по лесам да по полям, в этот момент складывается впечатление, что графен в игре действительно хорош, в основном за счёт пейзажей. Лес в игре вообще отличный, если не брать, конечно, во внимание отвратительную работу со светом и тенью, которой просто нет. Нет никаких лучей, солнца, пробивающихся через ветки, ничего такого нету. Да и в целом, в принципе, лес, которым многие и так восхищаются, целиком и полностью заслуга движка игры. Просто зайдите на YouTube, наберите крайнджем 3.8.6, откройте любой обучающий гайд по работе на этом движке, и вам там какой-нибудь чувак за 20 минут примерно такой же лес на экране и накидает. Но это не суть, это не важно. Проблема в том, что пока ты носишься на лошади по этой карте, не происходит вообще ничего. Максимум, ты можешь встретить разбойников, максимум, ты можешь встретить странствующего рыцаря, который тебя постоянно вызывает на дуэль, который ты не можешь выиграть, потому что он бессмертен. И вот как только ты отъезжаешь от города, подальше появляется такое звенящее чувство пустоты, как будто ты носишься под технодемки. В лесу можно встретить всего три вида животных, очень редко разбойников, событий вообще никаких не происходит. Нет, вру, одно есть. Можно найти труп, где во время его облутывания к вам подбегает какой-то пиздюк, кричит, что это вы убийца, и пытается, собственно, вломить вас стража. Если, конечно, у вас не вкачано красноречие, о котором можно его убедить, что это не вы. Все вот эти разговоры, что это симулятор средневековья, что вы играете бичом, постоянно вам нечего жрать, и вам очень нужны деньги, но это такая чушь, господи. Жакир правильно сказал про еду. Здесь на каждом шагу стоят котлы с бесконечной жрачкой. И вам ничего не сделают, если вы зайдете в таверну и просто оттуда пожрете. Либо вы скачете по лесу, там стоянка лесорубов, у них тоже этот котелок висит. Подходим, жрем, ничего, не платить не надо, ни спасибо, ни пожалуйста. Просто пожрал, а потом еще рядом на чужой лежанке спать завалился. Никто вам ничего не скажет. То, что у персонажа нет денег, и он ощущается, как полный бомж, бедный, несчастный. У меня вопрос, на что тут деньги тратить? Жрать можно бесплатно. Броню и оружие покупать смысла нету, как бы убил половца, облутал половца, вот и приоделся. Вообще финансовый вопрос целиком и полностью решается воровством. Скачешь по полю, находишь дом какой-нибудь, заходишь на чердаке, сундук, залезаешь, там три бабских платья, каждая по 250 или 150 монет, все продал, вот тебе 500 грошей. Не удается карманной кражи и взломы сундуков, не проблема. Просто находим одинокого персонажа, подкрадываемся к нему сзади, оглушаем, грабим, уходим, никаких проблем. Так можно, например, в начале игры обобрать палача, забрав у него неплохой достаточно меч. Причем, если его убить, об этом узнает весь город. Если его просто оглушить и обобрать, никаких проблем, никаких последствий. Да, ворованные вещи какое-то время обозначены как ворованные. Едем на мельницу, спим два дня, все, вещи легализованы. Отмылись, так сказать. Я не говорю, что в Kingdom Come играть невозможно вообще никому. Я говорю, что лично для меня она адски скучная. Игра спорная, об этом сказали абсолютно все обзорщики. Но вот почему-то основные аргументы в этом споре. Если тебе не нравится, то ты долбоеб, иди играй в своего ведьмака, в свою колду и куда только меня не посылали. Создается впечатление тотального интеллектуального обнищания игрового комьюнити. Большинство фанбоев не могут объяснить, почему игра им нравится. Вместо этого пишут цитаты из других обзоров и аргументы типа я смотрел у того, я смотрел у другого, мне игра понравилась. Вот это, блять, аргументация. И я не говорю, прям полнейшее говнище. Хотя возможно такое и было, но в этот момент вероятно у меня просто пердак рвало, потому что я в очередной раз умер, а мое сохранение где-то там осталось на час позади. Я просто немножко так против того, чтобы эту игру повсеместно называли шедевром, ставили ей 10 или 12 из 10, кричали, что это новый ведьмак, что это просто какое-то событие в мире игр, где вот за какие-то копейки сделали настоящий шедевр, у которого раньше вот вообще такого ничего похожего никогда не выходило. Давайте честно, вместо этого богодрома на оценочной шкале максимум между средней и хорошей игрой никак не шедевр. Но как правило самого факта непризнания в этой игре шедевра всех времен уже достаточно для того, чтобы эстетствующее быдло палило тебя говнищем как следует. Но в итоге Даниль Вавра сделал свое дело, игра продалась очень хорошо. На данный момент она уже окупилась полностью и сейчас расходится в плюс. Продалась она даже лучше, чем другой сверхрасхваленный высокобюджетный инди-проект Hellblade. Ну и еще оба нинди-то предрелизной версии всем подряд не рассылали. И сейчас я не про мистера, а киберспортсмен с вакбаном на аккаунте. Боже упаси. Просто его ЧСВ не позволяет ему думать, что когда говорят про какие-то обзоры, могут говорить про кого-то кроме него. А например про Флорика, которому Бука тоже прислала предрелизную версию и он тоже сказал, что бюджет игры две банки пива. Ролик в принципе сделал качественно, молодец, я хвалю. Но все-таки лучший на сегодняшний день обзор этой игры у Жакира. Если не видели, советую сходить посмотреть. Однако, несмотря на более чем 40-минутный детальнейший обзор спорной игры, нашлось несколько фанбоев, которые полили его говнищем. Естественно, все с теми же аргументами, что нихуя-то ты не понимаешь. А на этом в общем-то и все, что я хотел сказать. Надеюсь, на этом я прощаюсь с Kingdom Come Deliverance. Надеюсь, у Данииля Вавры теперь хватит денег сделать что-нибудь получше. И надеюсь, что мододелы допилят эту игру до потребного состояния, чтобы все любители средневековой Чехии смогли утолить свою жажду. Ведь кто бы мог подумать, что в мире такое количество людей, которым настоебала вся эта магия, все эти монстры, все эти драконы, Monster Hunter World, причем по стилю аргументов это были все те же люди. Теперь все дружно соскучились по средневековому реализму. И всем да, х**е неинтересно, че ж там было в средневековой Чехии. Хотя вчера они еще ни Сигизмунда, ни Вацлава, никого не знали по хрену. Все. В данном случае что-то жать и писать даже можно и не батить. Эта игра как красная тряпка для быков, фанбои сами сбегаются на одно ее название. Так что просто до новых встреч!